Сегодня в Наринмаре прошла акция «Белая трость». Она призывает участников дорожного движения быть вежливыми и внимательными по отношению к слепым и слабовидящим людям. Уже четверть века сотрудники ГИБДД и Нининская местная организация Всероссийского общества слепых учат автомобилистов быть вежливыми по отношению к таким особым пешеходам. Белая трость – это не только символ незрячих людей, это их инструмент и их глаза. Ведь звук удара трости от тротуара или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить высокие препятствия, например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины. Скольжение трости по поверхности дороги определяет наличие низких бордюров, ступенек, люков, ям. А еще это специальный знак водителям для того, чтобы они остановились. Уже на протяжении 25 лет сотрудники ГИБДД и Нининская местная организация Всероссийского общества слепых учат автомобилистов быть вежливыми по отношению к таким особым пешеходам. В четверть века мы проводим каждый год эту акцию. Городские дороги мы привели уже в норму соответствующую. У нас звуковые светофоры, ограждения, если все как положено. Сейчас мы проводим в искателях, хотим, чтобы наши искатели тоже были по всем нормам. В искателях нам надо тоже дороги приводить, движение очень интенсивное, и чтобы дороги были, заборчики, ограждения, светофоры, чтобы появились тоже звуковые. Действительно, в этом году активно началась работа по адаптации объектов дорожной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Выполнено благоустройство дорожно-тротуарной сети на пяти автомобильных дорогах города – улицы Первомайской, Волчейского, Октябрьской, Рыбников и Хатанзейского общей протяженностью более пяти километров. В следующем году в рамках мероприятий по содержанию дорог в поселке Искатели тоже появится такая специализированная дорожная инфраструктура. А пока неравнодушные взрослые и дети помогают слабовидящим и слепым людям чувствовать себя равноправными участниками дорожного движения. Мы раздаем бумажки акции «Белотрости». Пусть водители будут очень внимательны, даже когда человек с «Белотрости» в темных очках переходит в неположенное место, пусть водители всегда уступают слепым людям. Вы знаете, первый раз, конечно, было страшно, потому что сам водитель, и вы знаете, наверное, это то правило дорожного движения, которое, наверное, не все помнят. Мы прекрасно понимаем, что слепых проживает достаточно, которые люди, и они ходят по улицам, также по дороге переходят. Всего в Ненецком округе проживает более 120 слепых и слабовидящих людей. Шесть из них – дети. Напомню, акция «Белая трость» призвана обратить внимание общества на таких особых людей и на те проблемы, с которыми им приходится сталкиваться на дороге.